Так, стоп, у тебя сейчас могут быть сомнения, вопросы, но пока что ты видишь просто чёрный экран. Вот, всё нормально. Нет же поводом ставить дизлайк. Вот ещё два победителя, которые получают по 100 рублей. Чтобы тебе получить, просто поставь лайк ролику, подпишись на канал и оставь любой комментарий. Давай я сначала расскажу тебе кое-что, а после ты сам решишь заслуживать это видео дизлайка. Или же нет. Пока что на фоне поставим что-нибудь лайтовое. К примеру, Человека-паука. Уже лучше, да? Какую-нибудь лёгкую музыку. Так, вообще хорошо. И поговорим. Пока что ты увидел название. Оно необычное, нетипичное. И как его понимать? Как я совместил Даймонд и Аризону? Для новых зрителей напомню, что я сотрудничаю с Даймондом. И в условия нашего сотрудничества входит то, что я не рекламирую никаких других РП-проектов в Сампе. Я знаю, что многим Даймонд нравится, и их всё устраивает. Но также есть часть людей, которые нравятся Аризона. И вот сейчас максимально внимательно. Я ни в коем случае не меняю проект и не ухожу с ДРП. Более того, роликов по Даймонду меньше не будет. Они также будут выходить, как и выходили. Два через три видео в неделю. Но в прошлом ролике я рассказал, что решил поступать в ВУЗ в следующем году. А это говорит о том, что у меня появилось больше свободного времени. Поэтому я решил взять ещё один проект. И чтобы удовлетворить тех людей, которым нравится Аризона, и в то же время не нарушать условия сотрудничества с Даймондом, было принято решение снимать Родину РП. Это проект Аризоны в КРМП. Мод, по крайней мере, на начальных этапах очень похож. Тонько адаптирован под криминальную Россию. Можно сказать то же самое, как Даймонд с Бриллиантом. Я ещё летом хотел снимать КРМП. Но почему же именно Родина? Нет, не потому что я продался. Мне предложили кучу денег, и я туда убежал. Я сам написал Сэм и предложил сотрудничество. Могу сказать максимально откровенно, что сначала я не хотел делать такого, и то есть поскольку Бриллиант относился, можно сказать, к Даймонду, хоть как потом я узнал, что там были другие разработчики, и как бы Даймонд вроде как помогал ему, неважно. Я сначала хотел снимать на Бриллианте, и ждал момента, когда будет обновление, когда всё будет хорошо, но этого не случилось, и проект попросту закрылся. И поэтому я решил не ждать, пока мне ещё раз туда предложат какой-то проект в КРМП. Также мне уже предлагали другие проекты, но я отказывал, потому что ожидал Бриллианта. А поскольку я уже немало времени знаю Стаса, и не могу сказать, что мы с ним закадышные друзья, нет, просто уже довольно-таки немало времени с ним, можно сказать, сотрудничали. Поэтому я решил написать ему, так как ему-то Аризоны мне уже знакомы, то есть будет легче освоиваться в КРМП. И таким образом на канале также будет Даймонд в Сампе. Но к этому добавится, не изменится, а именно добавится КРМП на сервере Родина Роуплей. И люди, которые хотели видеть Аризону, конечно, не сполна, но частично получат это. Играть я буду на третьем сервере, Северном округе, мой ник Сергей Бурбонов, можете вводить его. И я буду отдавать все деньги, пришедшие от реферала обратно, это 250 тысяч. Также скоро появится промокод, и в первом ролике я сам хочу познакомиться с модом. И хоть квесты очень похожи на те, что есть на Аризоне, но они адаптированы под криминальную Россию. Поэтому в первом ролике я предлагаю начать знакомство с модом с квестов. Поэтому спасибо, что еще не поставили дизлайк, я надеюсь, и приняли это хорошо. А тем, кому не нравится КРМП, то можете просто посмотреть следующие несколько роликов по подаче. То есть, возможно, вам не нравится КРМП, но вам просто будет их приятно смотреть. А возможно, вам наоборот понравится КРМП. Но если вы поймете, что это вообще не то, и что я снимаю какое-то говно, и вам нравится только Даймонд, никто же его не отменяет. Поэтому просто будет выходить КРМП и самп. Мне кажется, что это разнообразие, оно скажется благоприятно. По крайней мере, надеюсь. В общем, погнали уже к Ронику. Нам доступно три скина. Это вояка, это азиат и какой-то вот рабочий. Давайте выберем просто рабочего. Если что, я уже установил модпак и история. Вы обычный работник завода, живший в деревне Тывру. Со временем вам надоело быть простым рабочим, и вы хотели стать богатым и знаменитым. Спустя время вы накопили немного денег, купили билет в столицу. Вы прекрасно понимали, что и в городе вам придется поработать руками. Но это вас не останавливало. Сейчас вас разбудил проводник и сказал, мы приехали. Теперь вам следует выйти из поезда и начать новую жизнь. И с богом. Конечно, с богом. С чем еще можно пойти? Криминальная Россия, это максимальный антураж. Мы плюлись в поезде. И поезд действительно сделаем прикольно. Я не хочу, знаете, специально хвалить проект, говоря, что Вау, посмотрите на это, это круаааа, я готов просто оставить. Давайте всю серию проведем тут. Нет, я хочу просто говорить о том, что действительно буду думать. Мы выходим из вагона и появляемся на вокзале. Сразу информация. Похоже, вы забыли свои вещи в поезде. Но он уже уехал. Может быть, проводник оставил их, чтобы вам передали? Сходите и проверьте. Окей, учитывая реалии криминальной России, этот проводник скорее бы забрал вещи себе. Но у нас есть чекпоинт, это забрать вещи. Давай попробуем. Нажмите ант. Все оказалось лучше, чем ожидали. Ваши вещи в полном порядке. Теперь идите к выходу из ЖД вокзала. Там вас ждет такси, который отвезет на автовокзал. Хорошего вам дня. Окей, и знаете, это не похоже на криминальную Россию. Мои вещи должны быть каноном жанра. Так, нормально все. А, окей. Welcome to родина роллплей. Почему welcome, если мы в криминальной России? Добро пожаловать или здоровеньким будешь. Подс-подсок, типа, начинай играть тут и все. Нам рассказывают, что нужно делать. Это добраться до мэрии. Также рассказывают про магазины одежды, автошколы. Но, поскольку я уже играл на резоне, поэтому не вижу смысла все это читать. Думаю, мы так это посмотрим. Где-то возле вас стоит Василий. Это человек, который поможет вам устроиться в городе. Рекомендуем прислушиваться к его советам. Он помог многим. Удачи. У него есть квесты, давайте по-быстрому их пройдем. Я хотел, как крутой чел, прокатиться на Яндекс.Такси, но потом понял, что мой бюджет 200 баксов этим не обладает. Вы можете спросить, в чем плюсы КРМП, назови хоть один. Я называю один главный плюс КРМП. Раз, два, три. Та-дам! Жигулевская. Я лучше кишками буду дорестать, чем посажу себе печень. Поняли, да? Это, по-моему, вот цитаты. Это почему тут не стоит там? Если бы стоять там, держал бутылку, это было бы еще лучше. Вот это реально странно, потому что при регистрации мы указывали пол. Тут то же самое, выберите пол. Но, ладно, то есть я могу выбрать женский пол. Это странно, хорошо. Просто зачем тогда при регистрации нужно было убирать пол, если он только вот сейчас пригождается. Перед вами сейчас автобус, и он частично лучше, чем из моего города. За 60 баксов мы успешно добрались. Даже чел помог подсказал, где ферма будет, потому что есть еще один минус. Когда я был в маршрутке, почему-то я не мог прописать GPS. То есть сейчас вы не можете прописать GPS. Это было реально странно. И хоть я давно работал на ферме Аризоны, но мне кажется, что там нужно принять больше расстояния, чтобы перенести одно сено. Тут же оно действительно ближе. Это играет не на руку. Законы КРМП жестче, чем законы САМПа, потому что тут, если ты проехал на красный стафор, то можно получить наказание в виде тюрьмы. Это сурово. И судя по времени, буквально за 7 минут я выполнил данный квест на Аризоне, и я помню, что выполнял его намного дольше. И это не говорит, что посмотрите, какое Аризона говно, вот это круто. Нет, просто это странно, но в то же время хорошо для меня. К тому же я заработал 4 500 рубаса. Я не знаю данной экономики, возможно, это не очень много, но хотя бы что-то есть. Вот что было интересно. Продам дом с огородом. Это либо просто есть огород, который такой, ну, визуальный, и все, огород. А возможно, тут реально можно что-то с ним делать, и... Слушайте, мне пока нравится. Серьезно, и даже не потому, что я сам предложил и получил за это деньги. Нет, серьезно. Я могу откровенно сказать, что пока что мне это нравится. Хоть и могу признаться, что квесты выполнять неинтересно, потому что то же самое я уже выполнял на Аризоне. Но их я выполняю, чтобы сделать какие-то банальные действия, наподобие того, чтобы мы, скорее всего, права скоро получим и так далее. И хоть как-то познакомиться с модом, то есть узнать, где что находится. А так, да, можете вводить никнейм. Не Джонни Бурбон. Я решил поставить себе русский ник, это Сергей Бурбонов. Через Y уже был занят, потому что я до этого зарегистрировался, но немножко неудачно и забыл пароль. Мне просто легче было сделать новый аккаунт. И я буду отдавать каждому по 250 тысяч, то есть не оставляя ничего себе. Поэтому, да, вводите ник и пишите мне в ВК. А вот и пошли минусы к РМП. Вылетел Варнинг. Я надеюсь, что их больше не будет. И понятное дело, что и в Сампе вылетают. Но, насколько мне, известнее КРМП, на менее оптимизированное, чем Самп. Могу ошибаться, поэтому профаны поправьте. Теперь-то у нас есть деньги, поэтому мы убираем грузчиков, чтобы выполнить следующий квест, и можем позволить себе кошерную поездку на такси. И, серьезно, тут такси, ну чем лучше? Потому что, как бы, ты выходишь за окно и видишь Яндекс.Такси. Играешь тут и видишь Яндекс.Такси. Забавно. Он решил объясниться, почему он так долго ехал. Просто он еще врезался, потом написал Я ПДД еду. Ну, ладно. Спасибо, что дает, в любом случае, я потратил 600 рубасов. Ну, на самом деле, не такие уж и маленькие деньги. Что касается работы грузчиков, я бы отдал преимущество Аризоне. Потому что тут ты таскаешь просто коробки. Там же ты таскал, если мне не изменяет память. Потому что тоже, опять же, давно это уже делал. Где-то полгода назад, а то и больше. Там я таскал различные предметы, наподобие телевизора и прочее. Быть может, КРМП просто такой нельзя организации сделать. Не знаю. Но если просто говорить по визуалу, как обычный игрок, то там мне нравилось это больше. Но тут, опять же, по-моему, есть преимущество, что это ближе находится. Так как там ты подольше по времени отправлялся тут же. Реально, очень быстро. На грузчиков я потратил тоже примерно 7 минут. Ткните мне пальцем человека, который побежал и забыл переодеться. Заработал я, кстати, к слову, 3000 рубасов. Из чего я могу сделать вывод, что на ферме за такой же промежуток времени я заработал больше. Поэтому, если выбирать между грузчиками и фермой, я бы выбрал ферму. Другое дело, я получил свою награду. Что я увидел? Я даже до этого не знал, как он выглядит. Фух, но 4 из 4-х ты ответил. Это было не очень сложно. Теперь у нас есть, опять же, карта для прохождения. Где просто нужно проехать, как я понимаю, по чекпоинтам. Не думаю, что это будет очень сложно. Так, друзья, я думал, что на этом наше приключение заканчивается. Но нет, мы отправляемся в город. Я там кое-где превышал скорость, но оказалось, что все окей, я получил права. Тут у нас происходит магия. Могу признаться, что это было самым сложным. Просто мне нужно было отойти, и я выключил игру. И серьезно, минус в том, что тут не предусмотрена система того, что если ты выходишь, твой процесс не сохраняется. Поэтому имейте в виду, если выполнить это задание, то нужно разом его выполнить. Так как я отошел, и потом это заново все выполнял. Но по итогу все закончилось. К сожалению, я с тобой больше не смогу работать. Направляйся к паблику, у него и на тебя планы. Будь осторожен. И получается, что нам нужно доехать до паблика, и это будет последний квест. Так, чел, ты сейчас не его включишь, а я на нем поеду, да? Да? Так ведь, да? Спасибо тебе большое. Ну, сорян, чел, тут такие дела. Поэтому могу дать совет. Не садитесь первыми на скутер, когда вы пытаетесь его словить. Ждите, пока сначала включат двигатель, а потом уже прыгайте. И, друзья, на этом ролик будет выходить к концу. Спасибо большое за его просмотр. Я думаю, что квеста у паблика я уже приду за кадром, потому что, по сути, мы все это выполняли. Но я хотел показать для тех, кто не видел, допустим, прошлых роликов по Аризоне, или же хочешь начать на родине, то есть что-то вообще есть и с чего стоит начать. Большое спасибо, друзья, за просмотр. Я, кстати, сейчас не сильно обращал внимание на дорожные знаки. Как я понимаю, это очень зря. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Бурбон. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok